Приветствую вас, и мне бы хотелось начать с того, чтобы определить, что нормального в поведении парня, а что нет. То, что не хочет торопиться, хорошо. А то, что установил конкретные сроки, после которых он скажет вам все как есть, тоже хорошо. То, что не говорит о своей симпатии к вам раньше времени, то очень хорошо. Потому что мужчина, который говорит о том, что любит, что сразу все хочет, что вообще испытывает очень сильные чувства, это, ну, очень увлекающийся человек, очень ветреный человек, как правило. И такому мужчине верить, ну, можно весьма и весьма условно. У вас же мужчина производит впечатление человека достаточно осознанного, серьезного, расчетливого, въедливого и, собственно говоря, надежного. Теперь перейдем к тому, что поведение мужчины ненормально. Неправильно. О неправильном поведении мужчины только то, что они делали вам комплиментов и не дали цветов на первом свидании. Как вы, например, с того хотите. И, конечно же, это не может быть вам неприятно. Подобно. Не может быть вам неприятно. Что можно сказать на эту тему? Что можно добавить? Ну, вообще говоря, именно вот если говорить про подобные отношения, то вряд ли можно сказать, что молодой человек делает это специально. Скорее всего, ему и в голову не приходит, что он должен вам делать комплименты, дарить, например, там, цветы и так далее. Он этого не делает, скорее всего, потому что просто не считает нужным. А вот почему он это не считает нужным? Просто, конечно, интересно. И мы этого, к сожалению, знать не можем никак, потому что мы этого человека не видим, мы этого человека не знаем, и мы не имеем представления о том, кто он. А вся информация о нем – это только вот ваши слова, которые тоже являются субъективными и огражены вашими эмоциями. Дабы избежать всевозможных предположений и ошибок, я хочу вам сказать примерно следующее. Что вне зависимости от того, почему молодой человек не говорит вам комплименты и не дарит цветов, а ведь нежелание спешить – это нормально, серьезность – это все хорошо. Но вот то, что он откровенно не желает делать вам какие-то приятные вещи, в которых женщины нуждаются, наводит на определенные размышления. Может быть, он такой скряга, например, да, или там жарный, или там будет достижать вас в ежевых рукавицах и прочее, и прочее. То есть хорошего в этом всем очень мало. И вам нужно сейчас, пока вы еще на стадиях, так сказать, ранних отношений, спокойно и без претензий сказать ему о том, что вы хотели бы больше приятных моментов с его стороны. Сказать, что вы хотели бы, например, комплиментов, вы хотели бы там каких-то знаков внимания и так далее. И спросить его, почему он вам этого не дает. В вопросе, в самом по себе вопросе, заданном нейтрально, без каких-либо претензий, без каких-либо эмоций, без злобы, да, нет ничего страшного. Наоборот, вы, по сути дела, имеете полное право этот вопрос задать. Это вас волнует. И вы услышите ответ мужчины. Вы увидите реакцию мужчины на это. И вот в зависимости от его ответа и реакции, вы уже будете дальше думать, а устраивает вас такой человек или нет. Естественно, нужно прислушиваться только лишь к себе. Нужно прислушиваться к своим ощущениям, доверять им. Если вам не нравится такое отношение, то и в отношения вступать нечего. Вряд ли потом вам кто-то понравится и сделает вас счастливым. Но в отношениях всегда все нравится и нравится с самого начала. Если с самого начала возникают проблемы, то лучше на ней глаза не закрывать. Это я вам говорю как не очень опытному человеку, на котором могут быть какие-то аспекты отношений еще не истинные. Ни с чем мириться не стоит ради отношений. Ни с чем. Потому что эти отношения, вероятно, на очень большой промежуток времени. И если вы будете с чем-то мириться, то вряд ли вы будете счастливы. Вряд ли вы будете получать удовольствие от этих отношений. Дальше. Следующее, о чем я хотел сказать, это такой вот маленький момент, заключается в том, что перед тем, как задать вопрос к мужчине, спросите о нем у подруги. Смотрите, ну вот так и так. То есть не подруги, а домой человеку, который вас познакомил. Это я как понял, и его сестра, и его сестра. Простите у женщины. А почему вот ее брат так себя ведет по отношению к дам? Скажите, ну вот он мне, например, ничего не подарил. Я вот, если честно, не знаю, как на это реагировать. Вроде неплохой парень, да. Но при этом вот мне ничего не дарит, и я боюсь, как бы он не был жадным, как бы он вообще не держал меня там, в дешевых руковидцах и прочее. Вот послушайте, что сестра о нем скажет. Если вы сможете, опять-таки, безглобно, без ограничений, просто искренне, недоуменно, нейтрально, доброжелательно высказать сестре свое вот это вот опощение, свое наблюдение, свое мнение, так скажем. Даритара нормальна к этому отношенству. И объяснить вам, чем мужчина уколотливается в своем таком отношении и почему. И вы опять-таки послушайте, что она вам скажет. И прислушайтесь к своим переживаниям относительно этого. Удовлетворит вас то, что она, например, скажет или нет. Это очень важный момент. Очень важный момент, чтобы в двух случаях, в случае, если вы задаете этот вопрос мужчине, в случае, если вы спрашиваете у его сестры об этом, то бы вы доверяли в этом только своим ощущениям. Вы не слышали никого, не думали, как это выглядит и чего-то еще. Это ваша личная жизнь, и вам должно быть максимально комфортно в ней. То есть, если вам некомфортно, то это, значит, отношение вам не совсем подходит. А значит, терпить их не нужно. А если вы терпите, то необходимо понимать ради чего. В противном случае, знаете, могут быть очень большие проблемы. И те проблемы, которые и есть сейчас, покажутся, мягко говоря, смешными, по сравнению с теми проблемами, которые могут быть в дальнейшем. И вот, чтобы их не было, чтобы вам не пришлось их терпеть, эти проблемы, рекомендую сейчас все прояснить, как есть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!